Всем привет! Здесь я хочу рассказать, как можно объединить две или более SSD-шки различного объема и производителя на примере приведенных твердотельных дисков. Конечно, это могут быть M.2 накопители и, безусловно, обычные хардачи. Чтобы создать составной том, можно воспользоваться, например, загрузочной флешкой или компакт-диском с записанным на него Acronis Disk Director. Установив носитель в компьютер, после перезагрузки, как у меня, или при включении системника, нужно зайти в настройки BIOS или UEFI. Здесь, согласно указанной подсказке, нажимаю клавишу DEL. На главном экране UEFI в правой части сразу можно выставить приоритет загрузки. Тут, по умолчанию, стоит CD-DVD-ROM, которым я и воспользуюсь по старинке, установив в него диск с Acronis. В редких случаях для корректного запуска программы в расширенных настройках потребуется сменить режим работы хардача. Выполнив необходимые изменения, нажатием клавиши F10 сохраняю их и перезапускаю компьютер. Теперь идет загрузка Acronis Disk Director. Из представленного меню выбираю данный пункт. По окончании развертывания в окне программы можем видеть SSD-шку Intel на 120 гигабайт и Crucial на 480. Если у вас на накопителях имеется информация или, например, как здесь на данном просто размечена файловая система, то ее нужно удалить. Безусловно, при условии, если хранящиеся данные нужны, их следует перенести на другой диск. Подготовив твердотельные накопители и кликнув на одном из них, в левой части меню выбираем создать дом. В открывшемся окне переходим во второй пункт, который позволяет объединить накопители. Нажимаю Далее и на следующем этапе ставлю галочку напротив текущего диска. Чуть ниже можем видеть какой будет суммарный объем. Перейдя к следующему шагу выбираю файловую систему NTFS, которая хорошо подойдет для операционной системы Windows. Нажимаю клавишу Завершить и в нижней части основного меню можем видеть, что будет создан вот такой локальный тон. Для применения выполненных действий нажимаю на текущую кнопку. После того, как все операции будут выполнены, закрываю главное окно и тем самым перезагружаю компьютер. В этот момент сразу извлекаю загрузочный диск и в моем случае затем идет запуск Windows. Далее на рабочем столе зайдем в этот компьютер. Можем видеть, что созданный накопитель не отображается. Поэтому, вернувшись обратно, кликаю по данному значку и в контекстном меню выбираю управление, где переходим к пункту по работе с дисками. Здесь можно заметить парочку хардачей с исклицательным знаком. Нажимаю правой клавишей мыши на данном и из выпадающего меню выбираю импорт чужих дисков. В появившемся окне на каждом этапе нажимаю ОК. Теперь, перейдя обратно в этот компьютер, можем видеть, что локальный диск, собранный из двух SSD-шек, отображается. Основным очевидным плюсом составного тома является получение диска большего объема. Что может быть интересно, например, майнер МЧА, как для плотинга на накопителях М2, так и хранения блоков на обычных дисках. Для создания составного тома также можно использовать свободное пространство двух или и более хардачей. На этом у меня все, желаю всем удачи и спасибо за внимание.